Спасибо, Ирина Александровна, но я думаю, что мы продолжим беседу и... Денис, тебе слово. Ну что ж, действительно, причина для того, чтобы взять паузу уважительно, на ковер вышла Ирина Чащина. И стремление главного тренера сборной России, и вот с недавних пор тренера Ирины Чащиной тоже, посмотреть за действиями своей подопечной вполне-вполне уважительно. Ну а потом, видимо, продолжится разговор. Михаил Решетов, Ирина Чащиной и... ой, Ирина Виннер. А другая Ирина Чащина уже на ковре работает с лентой. КОНЕЦ Молодец, Ирина, молодец. Вот это настоящий профессионализм, умение сработать, ну, практически с листа. Вот это умение работать, что называется, с листа Ира продемонстрировала в полной мере. Молодец, молодец. При том, что совершенно она вот не готова была к этому, и устала, и выглядит, отказалась от всяких автографов, Вера Ефремовна ее уводит, но все равно молодец. Тем временем оценка Алины Кабаевой стала известна. 10 баллов ровно, и на этой ноте переходим к продолжению. Дверью Михаила Решетова с Ириной Виннер. Да, спасибо, Денис. Ирина Александровна, улеглись страсти немножко после выступления Чащиной. Я хочу вас спросить про Кабаева, прежде всего. Алина, вот на мой взгляд, и как-то все вроде отметили, она сделала небольшую ошибку, но она довольно была заметной. Тем не менее, поставили 10 баллов. Скажите, с чем это связано? Дело в том, что эта ошибка была заметна, поскольку она делает всегда этот элемент блестяще. Она делает его на два круга иногда, на полтора. Это уникальный элемент, который выполняет только она одна. А то, что она сделала сейчас, это для всех было, конечно, похоже на ошибку. Но, в принципе, она сделала не с прямой ногой, а с согнутой. И это не засчитывается, как такая тяжелая ошибка. Но, учитывая то, что все упражнения ее уже известны, и у всех на виду, конечно, это было заметно для тех сведущих людей, которые это увидели. Но, видите, судьи все как один поставили 10 баллов. Дело в том, что в художественной гимнастике ведь у нас так. Сначала гимнастка работает на имя, а потом имя работает на нее. Я думаю, что в этом моменте сыграл тот как раз случай, когда имя сработало на Алину. И что тот вариант, когда президент нашего технического комитета говорит о том, что незначительная ошибка у великолепных гимнасток не должна влиять на разницу в местах, когда, например, гимнастки среднего уровня получают 9,95, а гимнастка такого уровня, как Алина, будет получать такую же оценку, вот как было сейчас в других видах. Все три получили 10 баллов, и это все посчитали неправильным, потому что Алина отличается очень от девочек, которые были рядом с ней на пьедестале, с такими не то слово. Сначала она была послушной в детстве, когда она пришла, она была послушной. А сейчас наступает такой возраст у гимнасток, и не только у Алины, когда превалировать должна в отношениях между тренерами гимнасток и дружба. И нам это удается, мы с ней дружим. Иногда она мне говорит о своих пожеланиях, и я прислушиваюсь. Иногда я ее разубеждаю или убеждаю в чем-то, и прислушивается она. И только такой дуэт возможен, чтобы достичь высшего спортивного мастерства. Я могу сказать, что она изменилась, стала взрослее, конечно, но в характере, в пословице, лучше с умным потерять, чем с дураком найти, она не изменилась. Она осталась умной, нормальной девочкой. И, наверное, один из последних вопросов. Знаете, в игровых видах спорта существует такое понятие, как длинная скамейка. В сборной Украины и Белоруссии ваши основные конкурентки не обладают ею. А у вас она очень впечатляющая. Как вам это удается? Раз. И по поводу вашего нового приобретения, это госпожи Чащиной. Тоже пару слов. Значит, в отношении длинной скамейки, очень жаль, что вы вчера не были на соревнованиях. У нас эта скамейка продлилась во вчерашних соревнованиях намного длиннее, чем вы видели сегодня. Это Зарина Гизикова, это Лена Судакова, которые вчера выступали блестяще, получали оценки очень высокие. Несмотря на свой юный возраст, ведь они еще юниоры в этом году. Как мне удается, как нам удается. У меня ведь целый коллектив тренеров работает. Это Вера Шаталина, моя помощница. Это хореограф Вероника Шаткова. Еще несколько тренеров работают со мной. То есть это целый коллектив, один в поле невоин. И могу вам сказать, что нам это удается только благодаря тому, что я стараюсь всегда со взрослыми держать маленьких, чтобы они учились. Потому что лучше один нас увидеть, чем сто раз услышать. Какая я была бы не гениальная, и мои помощники были бы гениальными тренерами. Все равно, если они увидят, как работает Алина, маленькие сегодня, и если Алина видела, как перед ней работает Амина, и Наташа, и Липковская, и Батыр. Так и было. Так и было. Они были у них, они у них учились. У них учились всему. И то, что не умела делать Алина, ей тут же показывали сразу трое. Липковская пируэты, повороты. Казарипова, равновесие. А Батыршина гибкие, элементы на гибкость. Поэтому все было перед глазами Алины, она выросла на них, и сейчас на ней растут другие гимнастки. И по поводу Чащины? По поводу Чащины. Я очень люблю эту гимнастку. Но ей не хватало лоска. А лоск, вы знаете, играет огромную роль. Ведь такие красавицы, как у нас в России, в Москве, ходят по улицам, никто не ходит в мире. Такие красивые женщины. Вы, как мужчины, должны это знать. Точно. Точно. Но лоска не хватает. Вы исправите? Я исправлю. Я уже исправила. Я вам могу сказать, что я за три дня до начала соревнований Кубка России сделала ей новое упражнение. И она получила за него 10 баллов. И это дало ей возможность при маленькой ошибке Кабаевой, что тоже не совсем было верно, но стать победительницей Кубка России. Иенсенна, простите, и пару слов скажите об организации этих соревнований. Насколько все-таки это интересно для вас? И на каком уровне по сравнению с теми, которые вы посещаете? Я вам могу сказать, не кривя душой и не делая вам комплиментов, что это самый высокий уровень проведения гран-при в Европе. У нас в Москве федерация, то есть Москва в основном, и принимают их на самом высоком уровне. Поэтому все сюда стремятся приехать, и дети тоже. Живут в России, в гостинице России, в самом сердце Москвы, на Красной площади. Я хочу еще раз, благодаря тому, что вы мне дали микрофон, выразить огромную благодарность студии НТВ+, господину Гусинскому, и вам, те, кто каждый день сидит и работает, освещают наш прекрасный вид спорта. Большое вам спасибо. Пожалуйста, Ирина Александровна, вам спасибо за то, что вы пришли и поговорили со мной. Я передаю слово Денису Костинову, естественно, сейчас Елене Ветриченко, и все мы смотрим за ее выступлением. Спасибо, Ирина Александровна, спасибо, Миша. Ирина Александровна, спасибо, Миша. Ирина Александровна, спасибо. Ирина Александровна, спасибо. Ирина Александровна, спасибо. Ирина Александровна, спасибо. Ирина Александровна, спасибо, Миша. Я не знаю, чего можно пожелать столь прекрасной даме, которая ещё и занимает такой высокий пост, вполне в состоянии сама распоряжаться всеми своими желаниями и возможностями, но дай вам Бог. Спасибо большое, спасибо. Огромное спасибо госпоже Марии Шишковской. Напомню, что в эфире спортивного канала НТВ+, на вопросы Василия Уткина отвечала Мария Шишковская, первый вице-президент технического комитета художественной гимнастики в ПИЖ, или, говоря языком более простым и ясным, второй человек в мировой художественной гимнастике. Вот ещё одно подтверждение высокого, высочайшего уровня этого турнира, организованного в Москве. Турнир под названием Гран-при НТВ+, и турнир, который уже близок к завершению. Последняя из участниц соревнований на ковре Ингота в Дешвиле. И нам остаётся только лишь подводить итоги третьего и четвёртого сегодняшнего вида соревнований, финалов в упражнениях с мячом и лентой. Итак, мне кажется, Ирина Александровна Виннер правильную аргументацию, так скажем, представила того, что всё-таки, несмотря на ошибку, Алине поставили 10. Как бы это плата за её предыдущие выступления. Слышите крики? Ура! Это вот юные поклонницы, столпившиеся прямо за комментаторской позицией, не сдерживают своих эмоций. И подчеркну ещё раз, что вот только на турнире Гран-при НТВ+, вот здесь стадион на Лавочкино заполняется. Заполняется серьёзным количеством зрителей, которые не скучают и не зевают, как это часто бывает на средах. Болист, который попал в этот зал, Максим Бузникин. Скажи, Максим, как ты сюда попал? В художественной гимнастике, в футбол, настолько разные вещи. Какими судьбами заливаешься? Ну, я не знаю, насколько разные вещи. Спорт всё-таки. Точно вы сказали, что пути Господни неисповедимы. Это уж точно. Пришёл поболеть за тоже мою любимицу, Алину Кабаеву. Любимицу или, может быть, чуть больше, что есть между вами? Или просто тебе нравится эта спортсменка? Мне нравится эта спортсменка. А то, что чуть больше или не чуть больше, это уже другой вопрос. Поэтому сейчас об этом я ничего говорить не буду. Скажи, а Алина на футбольные матчи ходит за тебя поболеть? Это лучше, наверное, к ней обратиться. Да и вообще она девочка занята. Всё время на сборах, поэтому ей не до футбола, наверное. А художественная гимнастика вообще тебя привлекает, ну, кроме Алины Кабаевой? Ну, привлекает. Во-первых, у меня мама сама, художница. Да, мастер спорта. А я вообще раньше смотрел всё время. Ну, а коль судьба так распределилась, почему бы и нет? Скажи, а ты вот сейчас здесь о тренировке, о игры? Нахожу время, всё не сделаешь. А тренер знает? Ну, не знаю, может быть, знает. Ругаться будет? Нет, у нас сегодня выходной. Скажи, а кроме художественной гимнастики...